Москва, 10 Сен, Эрспорт, Вероника Гибадеева История с ужесточением лимита на легионеров в чемпионате России по футболу сильно повлияла на главного тренера Санкт-Петербургского «Зенита» Андре Вилаш Бааша, считает известный телекомментатор Геннадий Орлов. Вилаш Бааш в четверг заявил журналистам, что отказался от продления контракта с футбольным клубом и покинет команду после окончания сезона. Вся эта лимитная история сильно на него повлияла. Он ведь хочет бороться за высокие места в Лиге чемпионов, Лигу Европы он уже выигрывал. И были два-три игрока, с которыми он договорился о переходе в «Зенит», и тут оказалось в связи с изменениями, что его твердое слово не твердое слово. Он сильно из-за этого переживал, сказал Орлов корреспонденту агентства «Эрспорт» по телефону. «Это повлияло на ряд его высказываний, на поведение, он эмоциональный человек, отсюда этот эпизод с судьей. Он честно работает, у него хороший контакт с футболистами, звездами «Зенита», да, есть два поражения дома, но есть и пять побед. «И думаю, «Зенит» сможет проявить себя в Лиге чемпионов», отметил он. Орлов считает, что Вилаш Башу сложно было смириться с изменением регламента по легионерам накануне старта Премьер Лиги. «Мы к этому привыкли, а иностранцу сложно принять все это и понять». То же самое сейчас в хоккее с игроками из Белоруссии и Казахстана. «Нужно было провести переходный сезон и уже со следующего вносить изменения», – подчеркнул он. Перед началом текущего розыгрыша чемпионата России был введен лимит на легионеров в РФПЛ по системе 6 плюс 5, теперь на поле могут одновременно находиться лишь 6 легионеров. Ранее действовал лимит 7 плюс 4. Вилаш Баш не раз высказывался о том, что новый лимит пагубно влияет на «Зенит». Субтитры создавал DimaTorzok